Продолжение следует... 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 И увидели, что подписные листы соответствуют тем требованиям, которые содержатся в законодательстве. Это касается и формы подписного листа, установленного федеральным законом, и образца подписного листа, установленного избирательной комиссией Калужской области. И были эти подписные листы сброшурованы в папку, где были написаны, что это подписные листы кандидата. Я сказал, что мы внимательно изучили все подписи, и целый ряд подписей, которые были изучены, мы вернули. И практика Центральной избирательной комиссии возвращать подписи, которые мы видим, что они были признаны соответствующими комиссиями, недействительными, достоверными, неправомощными. Вместе с тем, с учетом того, что в рабочей группе работают профессионалы высочайшего уровня, мы, безусловно, видим и подписи, и подписные листы, которые, по нашему мнению, по мнению привлеченных экспертов ТИК Малоярославского района и Калужской области, оставили без должной оценки, признав их действительными и достоверными. И, безусловно, мы считаем, что в данном случае избирательной комиссии Калужской области следует еще раз внимательно рассмотреть указанную жалобу, указанные документы, которые были сданы на регистрацию. Потому что мы, конечно, фиксируем, что недостаточно профессионально была организована проверка по работе, по проверке подписей и подписных листов кандидата. Поэтому на основании всего изученного рабочая группа предлагает следующий проект постановления Центральной избирательной комиссии. Постановление избирательной комиссии Калужской области от 21 августа 2020 года номер 849-97-6 отменить. Обязать избирательную комиссию Калужской области повторно рассмотреть жалобы Сергея Федоровича Кремнева и принять решение по существу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных в настоящем постановлении, и опубликовать настоящее постановление в наших печатных и электронных органах. Спасибо, уважаемый Евгений Александрович. Но поскольку вчера у нас, по-моему, был консенсус, может быть, нам не стоит открывать сегодня дискуссию уже. Давайте не будем. Пожалуйста. Предельно короткое. Уважаемые коллеги, я разделяю те тезисы, которые высказал Евгений Александрович, за исключением одного. Уважаемый Евгений Александрович, вы акцентировали, сделали ударение на слове «областная избирательная комиссия должна внимательно посмотреть». Я очень боюсь подобной акцентировки. Я полагаю, уважаемые коллеги, наше решение никаким образом не предопределяет конечные выводы наших коллег по ту сторону экрана. Самое главное и, может быть, единственная проблема заключается в том, что областная избирательная комиссия не рассмотрела в целом весь комплекс оснований и критериев для допуска, либо отказа в допуске к выборам того-либо иного человека в данной ситуации, уважаемого Сергея Федоровича Кременева. Я буду голосовать за этот самый проект, имея при этом в виду, что вот этот вот термин, это слово «внимательно» никаким образом не предопределяет решение наших коллег, которые сегодня же, я полагаю, получат это решение. Благодарю вас. Спасибо большое. Коллеги, я возвращаюсь к своему предложению. Если только Виктор Хрисанович не настаивается, нет? Будете? Нет, спасибо за рассмотрение. Спасибо. Тогда ставлю на голосование проект постановления по вопросу номер два. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Я всех благодарю. Коллеги, вчера мы действительно очень потратили много времени. Благодарю и за это решение. Продолжение следует... Продолжение следует...